Запомним, что мы ее назвали пещерой Итама. Видим мы шхем, поэтому Гаргрезима Реваль. Легко спускался, показалось, белые, так что у меня, напомним, мы их найдем, обнаружим. Хотя приставь сейчас уже отходит она. Я назвал ее Ютам. Почему Ютам? Потому что она связана с притчей Ютама, Машаль Ютам. Вы ее видите. Это уникальное место, необычное очень в Танахе. Притча, которую рассказал Ютам. Кто такой был Ютам? Сейчас дойдем до этого. Рассказывается эта история в Сефера Шафтин. Был Шафет Гидон, о котором известно о том, как он выбирал своих воинов в зависимости, как пьют они. А вот у него было 70 сыновей. Ну, естественно, было немало жен. Вот. И одна из жен была из Шхема. Там как-то не совсем понятно, она была наложница или жена. В общем, так или иначе, жена. И от нее родился Адемелих. Один из сыновей Адемелих. И я бы назвал историей о еврейском руководстве. То есть захотелось ему, короче, власть. Это первая попытка царства. Переворота. Царства еще не было. Это было до Шауля. То есть официально это первый царь Шауль. Еврейский. А вот это была первая попытка царства. Которую осуществил Адемелих. Ну, чтобы прийти к своей цели и получить власть. Что он первым делом сделал? Как сказано в Танахе, он на одном камне порубил всех своих братьев. Сказано в поселке. В Офре. Ну, Офре это не там, где теперешний поселок Офра. А считается это западнее этого места. Недалеко. Западнее Шхема. Но один младший брат успел ускользнуть. Его звали там. И что сделал этот Ютам? Поднялся на гору Глизим. И рассказал притчу. А вернемся еще к предыстории. Как действовал Адемелих. Он взял деньги из капища, которое в шхеме. Ну, в каком-то там башку. Золки, драгоценности, не сами деньги. Взял оттуда деньги и купил себе банду. Который убил на него работать. Ну, у него был доступ к этому капищу. Потому что мать его была. Оттуда со Шхема как-то. Была у него протекция. И... Таким образом у него была банда, которая мог орудовать. И, значит, Ютам поднялся на гору Глизим. И обратился к жителям Шхема. Что, вот, вы хотите поставить во власть негодного человека. Ну, из под лица просто-напросто, можно сказать. Ну, хотя, не будем. Кстати, особенно ярлыки. Вот. И... Так вот, я вам скажу вам притчи. Что... Дело в том, что... Деревья решили как-то поставить себе царя. И пошли, значит, для начала... Могу ошибиться, порядок деревьев. Ну, пошли к Инжиру. Инженер сказал, мне есть чем заниматься по жизни. Мой труд... Моими плодами пользуются люди. И благодарят меня. И, в общем, довольны. И благословения говорят. Зачем я пойду мотаться между людьми? Непонятно, чем заниматься. Он отказался. Пошли к Алибке. Алибка сказал, ну, как я могу оставить свою... Это действительно... Необходимое дело. И моими плодами... И... И... Помазывается... Коиногадоль. И... Благословенные плоды. Нет. Отказался. Пошли к Винограду. Виноград сказал, как я могу... Моими плодами... Благословляют. И... И... Субботы... В общем... И не могу оставить это... Необходимое дело. Да. На непонятно на что болтаться среди там... Ключевой людей. Не среди людей. Тоже отказался. И... Вот он пошел... К... Терновнику. А... Терновника... Действительно трудно найти какой-то пользы. Терновник сказал, смотри... Ну... Да. От меня... Кроме как... Властвовать... У меня больше нечем в жизни. Можно заняться. Но... Смотри... Если ты найдешь... От меня тень... Какую-то... Которую можно укрыться... Ну... Какую-то пользу вообще... Кроме того, что я там буду болтаться... То... Все... Пускай я... Пойду во власть. Если у меня... И так есть какая-то польза. Ну... Если ты не найдешь... От меня пользы... И поставишь меня во власть... То... Поднимется... Огонь... И сожрет все... Деревья... Все... Кедроливанские... И вот... А деревья поставили... Этого негодного... Терновника... Власть... И получилось так... Как и говорилось... Поднялся... Дикий... Пожар... Сжег все деревья... Он сказал... И убежал... А... События развивались дальше... Примерно так же... Потому что... Начались трения... Этого... Мелиха... И... Его... Команды... Даже не команда... А вот этих жителей... Шхем и так далее... Когда он только увидел... Что есть какие-то... Там... Против него... Недовольство... Волнение... Он сравнял... Шхем... С землей... Посыпал солью... А... В башне... Которую... В шхем... Туда... Все люди набились башней... Все это сжег... То есть... Огонь... Как и... Говорилось... Есть недалеко здесь город еще... Тевец... Кстати... Арабские... Селения... Они... Сохраняют... И древние названия... Есть Тубас... Считается, что это... Сохраняет название... Этого древнего города Тевец... И... Там он начал делать то же самое... Уничтожать город... Люди сбежали... В башню... Он обложил эту башню уже хворста... Чтобы все это поджечь... Но когда он проходил мимо башни... А... Женщина... Которая находилась там... Одна из женщин... Которая находилась на башне... Она... Смогла... Кусок жерного... Сбросила... И попала ему... По голове... Молодец... Он был при смерти... Но тогда еще не знали... Что такое феминизм... И он... Позвал... Своего рженосца... Сказал... Ты меня добей... Чтобы не сказали... Что меня убили женщины... Вот... Но есть... С этим связано... Телерума... Где мы с вами были уже... Вот Телерума... Это... Назван по... Столице... Столица... Алимелеха... 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 Она так и называется... Так что мы там уже убили... Ну... Это показательная... Плеча... Плеча... Алимелеха... Телерума... Телерума... Субтитры создавал DimaTorzok